Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, Гульфия Медхатовна озвучила уже, что же мы делаем с теми пациентами, которые, к сожалению, занимают большую часть при выявлении этого заболевания. Это четвертая стадия, либо местно распространенный процесс, который никогда не будет подвержен хирургическому лечению. А чем же мы с вами можем помочь пациентам с местно распространенной стадией, когда можно предложить все-таки этап хирургического лечения? Мы с вами сегодня поговорим о системном лечении именно тех редких пациентов. Это хирургопозитивные пациенты с местно распространенным раком желудка и кардиозофагиальным переходом. Конфликт интересов мой отсутствует, да. И на сегодняшний день мы все с вами прекрасно понимаем, что до недавнего времени все-таки пятилетняя выживаемость крайне низка была для третьей А и третьей С стадии, несмотря на предшествующее хирургическое лечение. И с появлением результатов огромного исследования Мэйджа, которое нам показало, что переоперационная химиотерапия у пациентов эффективна, что ее нужно делать. И при подгрупповом анализе было выявлено, что 7% из всех этих 503 пациентов имели Ахер-2-экспрессию. Ну и посмотрите, самое интересное, что эти пациенты не отвечали на переоперационную химиотерапию, результаты у них были одинаковые, что у них была переоперационная химиотерапия до хирургического лечения или было хирургическое лечение. Результаты были одинаковые. Почему? Потому что неэффективна неодиумантная терапия этих пациентов? Нет. И ответом на этот вопрос, наверное, нам послужит с вами хорошо всем известное клиническое исследование ТОГО, которое показало, что при добавлении к химиотерапии тростезумаба у херопозитивных пациентов увеличивается как объективный ответ, так и общая выживаемость. Ну, огромное количество клинических исследований, потом перенесенных уже на переоперационную химиотерапию, потому что мы с вами как клиницисты понимали, что это важно именно в неодюванте достичь максимального эффекта у этих пациентов и подвергнуть их потом хирургическому лечению. И, имея все этот огромный материал данных на базе нашего учреждения городского клинического аналогического диспансера, инициатором этого исследования была профессора Штавахидна Орлова. В помощь был весь наш коллектив. Первопроходцами были Беляк Наталья Петровна и Зорина Екатерина Юрьевна, которые писали эту программу. И посмотрите, это огромное... Мы планируем огромное исследование, многоцентровое, проспективное, оценить эффективность комбинации химиотерапии FLOT или FOLFOX с тростозумабом у хер-позитивных пациентов, страдающим раком желудка и кардиозофагиальным переходом. Это 8 центров, которые с нами активно сотрудничают. У нас есть первичные цели. Несомненно, это оценка эффективности этого неодювантного режима, частота объективных ответов, терапия невыраженности лекарственного патоморфоза, конечно, токсичность неодювантной терапии, влияет ли как-то неодювантная терапия на начало хирургического лечения, сроки, послеоперационное осложнение. Ну и, конечно, вторичное, это оценка эффективности уже неодювантной и одювантной химиотерапии в сочетании тростозумаба относительно общей выживаемости и безрецидивной выживаемости, оценка токсичности уже одювантной терапии после проведенного этапа лечения. Ну и, конечно, оценка изменения статуса хер-2-нео, потому что все мы прекрасно с вами знаем исследование, которое показало, что во второй линии у пациентов, казалось бы, по аналогии с молочной железой, они имеют один механизм развития опухоли, имеющий хер-2-нео рецептор, но это абсолютно две разные опухоли, и если при молочной железе мы во второй последующих линиях можем назначать хер-2-агента, абсолютно по-другому обстоит дело с пациентов, у которых имеется рак желудка. И посмотрите, у 30 только 1% был ответ во второй линии при использовании тростозумаба. Чем это обусловлено? Обусловлено это тем, что на фоне терапии данным агентам меняется статус, и он теряется. Ну и посмотрите наши данные. В настоящее время у нас включено всего 10 пациентов. Много это или мало? Наверное, много, потому что мы с вами знаем, что частота встречаемости хер-2-нео мутации при раке желудка от 3 до 35% для метастатической стадии, для местно распространенной стадии она меньше, это до 15%. Поэтому достаточное количество пациентов уже за полтора года. Женщин было в этом исследовании, две пациентки, восемь мужчин, средний возраст 65,5 лет. Ну и посмотрите гистологический по типу опухоли. Здесь были пациенты с низкодифференцированной аденокарциномой, два пациента, умеренно дифференцированной аденокарциномой, шесть пациентов, высоко дифференцированный один пациент, недифференцированный рак, таких пациентов не было, и с простневидным клеточным раком это был один пациент. Если говорить по распределению по локализации, то восемь пациентов страдают раком желудка, и два пациента это кардиозофагиальный переход. По стадиям деления, посмотрите, Преимущественно у нас составила вторая B стадия, это было 6 пациентов, 2 пациента были с третьей A стадии, и по одному пациенту было с второй A стадии и с третьей B стадии. Если говорить про выбранные нами схемы лечения, то, конечно, преимущественно получилось у нас, что это был фулфокс, это было 8 пациентов в комбинации с тростозумабом, и только 2 пациента получили флот. Объясню, чем это было обусловлено, ни в коем случае не возрастным пациентам, а имеющиеся сопутствующие патологии, да, и какими-то, может быть, отклонениями, выраженными в клинико-биохимических анализах до начала назначения переоперационной химиотерапии. Ну и посмотрите, с 10 пациентов, к сожалению, после оценки 4 циклов неодевантного режима химиотерапии полного регресса мы не достигли ни у кого, частичный регресс у 2 пациентов, стабилизация у 7, 1 пациент пока еще не оценен в процессе неодевантной терапии. У нас было одно послеоперационное осложнение после переоперационной химиотерапии из 7 прооперированных пациентов. Смерти не было на фоне неодевантной терапии, ну и летальности, смерти летальности не было, извините. Оценка патоморфоза, да, то есть мы оценили у 5 пациентов, извините, не у 5, а у 7 пациентов, я здесь ошиблась, значит, грейд 1 и 2 имели 1 пациент, грейд 3 имели 3 пациента и 4 и 5 имели тоже 3 пациента. И самое интересное, да, как бы вот принося наши имеющиеся знания уже на нашу практику, мы посмотрели, как же изменился херд 2 статус в процессе лечения этих пациентов. И посмотрите, 4 пациента на фоне терапии тростозумабом потеряли херд 2 нью статус, 2 пациента сохранили его, и 1 пациент, почему я пишу здесь нет данных, не потому что неопределенно, то у пациента был полный регресс опухолей, к сожалению, посмотреть херд 2 нью статус не предоставлялось возможным. Ну и представлю вам пару клинических случаев, это пациент 58 лет, рак верхний третий желудка Т3Н1М0, токсико-анимический синдром, сопутствующая патология, которая позволила назначить ему переоперационную химиотерапию по схеме флота с тростозумабом, это низкодифференцированная аденокарцинома, переведет 4 цикла, этого пациента был очень хороший эффект, у него был частичный регресс, и был выполнен этап хирургического лечения. И посмотрите, самое интересное, как выглядела его иммуногистохимия до начала лечения, и что мы получили после 4 циклов переоперационной химиотерапии. И я хочу с вами обсудить данного пациента, вот мы имеем пациента, мы ему провели 4 цикла, мы получили с вами вот такую вот гистологическую иммуногистохимическую картинку, что мы с вами ему предложим, динамическое наблюдение, флот плюс тростозума, продолжим тот же режим, может быть флот, учитывая отсутствие гиперэкспрессии в моно-режиме, может быть поменяем на фуллфокс, а может быть вообще остановимся на капецитабине. Дорогие коллеги, голосуют, если вы можете голосовать? Дорогие коллеги, голосуют, если вы можете голосовать? Ну и посмотрите, это этот же пациент, если мы говорим о той стадии, которая у него была до начала лечения, частичный регресс, потом эрфос, который мы получили, стадию после проведенного лечения и времени до прогрессирования, как я сказала, не достигнут. Вы скажете мне, Инна Владимировна, ну вот если бы вы делали бы фуллфокс или флот и не добавляли бы тростозума, рядом в колоночке стоит пациент, Наталья Петровна пациент, здесь этот пациент был лечен до нашего клинического исследования, посмотрите, он получал только флот, мы ему не добавляли тростозума, вот, и здесь всего лишь была стабилизация, патоморфоз был первой степени и время до прогрессирования его составило 7 месяцев. Если посмотреть наш следующий клинический случай, тоже достаточно интересный, это пациенту нижняя треть тела желудка Т3Н1М0, сопутствующая патология, достаточно компенсировано гистологическое исследование, это была умеренно дифференцирована аденокарцинома, иммуногистохимическое исследование было выявлено на гиперэкспрессии, пациенту также было проведено 4 цикла неодиуантной химиотерапии по схеме тростозума плюс флот. Ну и посмотрите, как выглядело его контрольное обследование на КТ, описывалась опухоль ДАС с выраженной динамикой, но на ФГДС мы видим, что опухоль не отмечалась нашими эндоскопистами. Пациенту выполняется диагностическая лапарископия гастрактомии в объеме Д2, и посмотрите, как выглядело его гистологическое и иммуногистохимическое заключение о том, что жизнеспособная опухоль не выявлена, и, к сожалению, это тот пациент один из всех, которому мы не смогли определить хердванью, понятно, по каким причинам. И у меня к вам вопрос. Вот мы имеем с вами такого пациента, мы видим полный лечебный патоморфоз, в виде полного регресса какую-то актику лечения мы можем с вами ему предложить. Флот с тростозумабом, учитывая такой эффект, возможно, флот, я не знаю, в моно-режиме вы рассмотрите, фулл-фокс комбинации, либо с тростозумабом, либо динамическое наблюдение. Ну, давайте. Соглашусь, наверное, не соглашусь с мнением большинства, соглашусь с теми, кто ответил первый вариант, и мы выбрали именно первый вариант. Пациенту было продолжено лечение, а еще четыре цикла он получил флота вместе с тростозумабом. Извините, пожалуйста, сейчас я вернусь. И еще достаточно интересный последний наш клинический случай. Это пациент в средней нижней трети желудка, КТ3Н1М0, у него имелся токсико-анимический синдром. Чтобы показать вам сравнение комбинации фулл-фокса и флота, да, вместе с тростозумабом, у него был постинфарктный кардиосклероз, в 2005 году был острый инфаркт, но имеющаяся сердечная патология, аденокарциномы ГРАИ-2, и он также имел гипроэксперессию ХЕР-2НЮ. Мы провели четыре цикла неодеванта по схеме фулл-фокс-6 плюс тростозумаб с очень хорошим эффектом, и в марте месяце подвергли его хирургическому лечению. И постоперационный материал, значит, здесь мы видим, что сохраняется у данного пациента экспрессия ХЕР-2НЮ, и в дальнейшем пациенту было предложено четыре цикла химиотерапии по схеме тростозумаб плюс фулл-фокс. Благодарю за внимание. Хочу вас всех сказать, что мы открыты для сотрудничества, что ведущие специалисты – это Беляк Наталья Петровна, это Раштава Хидна Орлова, это весь наш коллектив, поэтому, так как исследование многоцентровое, оно планирует еще идти, мы рады тесно с вами сотрудничать, для того, чтобы потом опубликовать наши результаты, и, может быть, мы именно с вами сделаем новые стандарты для именно этой когорты пациентов. Спасибо большое. Продолжение следует...